В предыдущем видео я вам рассказал о программировании процесса установки и удаления модулей. Теперь давайте разберем ряд вещей более подробно и рассмотрим возможные пути решения задач, которые возникают при программировании процесса установки и удаления. Так как мы программируем модуль на ядре D7, то для нас актуально, чтобы система, на которой устанавливается наш модуль, поддерживала D7. В противном случае наш модуль не будет корректно работать. Новое ядро D7 поддерживается с версии главного модуля 14. Следовательно, нам при процессе установки нужно проверить, что версия главного модуля ниже 14.00. Если это не так, то прервать установку и вывести соответствующие сообщения об этом. Как я вам уже показывал ранее, у нас прежде чем начинается процесс установки, происходит проверка, вернет ли метод из версии D7 true. Если вернет, то процесс установки пройдет успешно. Если же нет, то у нас сработает else, где у нас будут добавлены в стек ошибок сообщения об ошибке. В файле install.step.php у нас выведет сообщение об ошибке. Посмотрим, что за такой метод из версии D7 мы реализовали. Есть системный метод из старого ядра CheckVersion. Он позволяет сравнить версии модулей. Версия модуля представляет собой три числа, разделенных точкой. Вот видим второй параметр, который мы передали 14.00.00. Это минимальная версия главного модуля, с которой начинается поддержка ядра D7. А первым параметром мы передали результат работы метода GetVersion класса BitrixMainModuleManager. Данный метод возвращает нам текущую версию модуля, ID, которую мы передали параметрам. Таким образом мы определяем, больше ли текущая версия главного модуля, чем 14.00.00 или нет же. Аналогичным образом вы можете проверить другие зависимости. Например, если вы используете какой-то функционал, какие-то методы, которые появились после определенной версии главного модуля. Также, кроме собственно проверки версии главного модуля и сравнения с необходимой, мы можем проверить другие зависимости. Например, если наш модуль расширяет функционал инфоблоков модуля интернет-магазина или других, или просто использует их API. Нам важно знать, что при установке нашего модуля, модулей, в которых наш модуль находится в зависимости, установлен в системе. Для этого существует метод IsModuleInstallent класса BitrixMainModuleManager. С помощью данного метода вы сможете проверить установленный модуль, ID которого вы передали параметрам. А если, кроме того, нам нужен не только факт установки, но и версия данного модуля не ниже определенная, то мы сможем использовать код аналогично нашей проверке на поддержку Hydra-D7. Только указываем нужный нам ID модуля и нужную минимальную версию.